Президент Казахстана Касымжомар Токаев находится, напомню, с двухдневным государственным визитом в Катаре. Вчера в международном аэропорту Дохи борт номер один приземлился около 9 часов вечера по времени Астаны. Главы государства коротко обменялись мнениями в зале почетных гостей аэропорта. А уже сегодня проходит основная программа визита. Встреча с эмиром Катаро, с премьер-министром страны. Сегодня же состоится казахстанско-катарский инвестиционный круглый стол. Встреча с капитанами бизнеса. Запланировано выступление главы государства в парламенте страны. А также подписание совместных документов. С подробностями об этом визите в сюжете моей коллеги Бутагос Айджановой. Эмир Катаро, шейх Тамин Бен Хамат Альтани, лично встретил Касымжу Марта Тукаева в аэропорту Хамат в Дохи. Дипломаты такой жест отмечают как высшую степень уважения к персоне. А значит, придают большое значение государственному визиту. Между двумя лидерами установлены практически братские, очень близкие, тесные, дружеские отношения. Тем самым, когда Эмир Катаро приезжал к Астану, наш президент тоже походил, встречал его в аэропорту. Это показывает уровень отношений друг к другу. Второй день визита можно назвать основным. Программа началась во дворце мира Катаро Диуани Амире. Там же состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. Начальник почетного караула отдал рапорт руководителям двух стран. А после исполнения гимнов Казахстана и Катаро стороны представили друг другу членов официальных делегаций. После перешли в зал переговоров. Касым Жумар-Тукаев отметил, что с большим удовлетворением принял приглашение посетить Катаро. Президент подчеркнул особую значимость своего первого государственного визита в эту страну. Предлагаю вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства. В ходе моего визита будут подписаны важные документы, которые придадут нашему сотрудничеству стратегический характер. Мы придаем большое значение нашим отношениям, так как Катар особая для нас страна. Мы готовы приложить все усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей. Выражаю благодарность за оказанное нам гостеприимство. В свою очередь, лидер Катаро с удовлетворением приветствовал визит президента Казахстана. Ваше превосходительство, господин президент. Я очень рад, что вы совершаете свой первый официальный визит в нашу страну. Убежден, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами. Мы также встречались в Астане. Сегодняшние переговоры позволят нам проконтролировать ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих переговоров, и наметить планы на будущее. В рамках нашего взаимодействия мы заинтересованы в реализации энергетических, торгово-экономических и инвестиционных проектов. Надеюсь, что встречи с представителями крупных компаний в ходе вашего визита обеспечат продвижение партнерства в этих областях. Президент отметил готовность Казахстана увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму 250 миллионов долларов. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до 500 миллионов долларов. В рамках стратегического видения развития Катара до 2023 года вопросы продовольственной безопасности были возведены в приоритет. И Катар, как маленькое государство с незначительно развитым сельским хозяйством, смотрит на Казахстан как на своего потенциального партнера. Также во время переговоров лидер Казахстана призвал Катар к совместному усилию по развитию интермодальной транспортной сети, соединяющей залив и Центральную Азию. Для стимулирования экономической активности в регионе. В настоящее время наша страна входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Планирует увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектар. Косужу Мартукаев считает, что есть основания для расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере. Отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарных связей. Глава нашего государства предложил в 2025 году организовать Дни культуры Казахстана и Катара в столицах двух стран. Путагус Айджанова, Едель Ермикпаев, Жандос Бетабаров, Дулат Интибеков. При поддержке телерадиокомплекса президента 24КЗ из Катара.